ОЧКИ ОЧКИ Я минут 15 зашел Видишь, у меня в первый знак Этот перегрессе стоит Остановка запрещена Почему? Посмотрите А, во-вторник? Сегодня какой день? все и нас пятница а ну значит можно да вообще теоретически дальше якобы нельзя ну все тогда разгружаемся а но я убирал тогда туда и это точно во двор ну ладно да да ну пару раз был бельгийский бомж откуда такая ассоциация это шутка такая серёгина он не бельгийская как он все время говорит ну примерно так все это там европейский город так мотор выключаем разгружаемся разгружаемся я немножко опустит ты прости меня после выходных и вообще-то блогер или нет все у тебя солянка с картошкой если пирожки а с капустой я пришел это нормально заказал чё ты выебываешься а чё ты шлюха выебываешься я сегодня хозяин зайдете а воля тарпой я подошел тебя попросил нормально ира блять пизда блять вас уже я ты нахуй блять шавала пошли настрельно подпорчиваем Вот такое общество Ну должно быть что-то здесь возле метро Еще давай пройдемся Так быстренько Может что-то Где-то Зайдем куда-нибудь Что-то при пальце потерял Ладно, что-то нам недовольны А потом раз прибежал обратно Видать, пригорело Ну, что-то передумал, видимо, обдумал Что-то пригорело Надо выпустить пар Вернулся, что-то на разный Да уж Бля, херно Чернов Дмитрий Константинович Ученый металлур Один из основных положников Металловедения Так Ну ладно Все ягодки мы используем пики С тому же представитель Вагон приносим к температурам Это позволяет Скоро взяло полезное качество Это господин Здравствуйте Халява 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 А вот катушечка Кошки живут А вот эта надпись интересная Тут Здесь Не туалет Идите Старайтесь себе под Дверью Вот такая Ребята История Все Время поработать Немножко Перекусил Чайку попил Станислава Проводил На метро Сейчас В общем Дело за мало Работает банкет Да Что тут у нас Варенье Продолжение следует 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 Слава Богу за всём. Ледниковый Кирилл. Выходил на пол-часа на минут 40, а на час раньше выходил и вставать раньше. Чтобы успевать все эти прогревы и так далее. Все это влияет на атмосфера, погода, природа... все влияет на человека. Ну вот, ребята, погрузился вроде бы в стихию Адам и Лева. Дали вот бутылочку тканьки, бутылочку вина дали. На Новый год разопьем в Новогоднюю ночь. Или до Нового года и распить. Не знаю. Такое винишко-то надо с красивой брюнеткой пить. Вернее, блатинкой. Ну ладно. Подруга ночь. Скотали хорошего, ребят. Снежную бабу кто-то начал лепить. А ты уже слепил свое в этом сезоне? Ура, снег. Это не я написал. Это эмоции детей. Это эмоции людей, детей. Да и взрослые рады. Да, все-таки. Не зря придумал Господь зиму, весну, осень. То есть смену. Потому что устаешь от одного насморка, осеннего. Нужен весенний немножко на смену. Не знаю, это уже Гатчина или нет? Как ты думаешь? Нет, это не Гатчина. Гатчина с коробой. Ты свой навигатор не поставил? Нет. А зачем мне? Ты же меня везешь. Вот знаешь, такой вопрос есть. Как думаешь, самая тяжелая работа это какая? Вот самый тяжелый труд. Самый тяжелый труд это нифига не дело. Да при чем тут? Про мою работу... Нет, ну вот есть ли такая самая тяжелая профессия? Как ты считаешь? Говно чистить с золотарем работой. Вот это самая тяжелая работа. Это... Ну, фиг... как эта фекальная машина-то ездит, качает, да? Нет, это денежная работа. А вот те, кто говно чистили раньше, там тяжелая работа. А сейчас-то это есть профессия? Сейчас-то где это чистят? Сейчас такой... Да нет такой профессии. Есть просто уборщицы, которые паулет убирают. Но это не тяжелая работа. Тяжелая работа у президента, у которого нет личной жизни. Вот тяжелая работа. А может быть тяжесть от того, чем больше ответственности, тем как бы тяжелее труд? Как считаешь? Ну, ответственность, да. Потому что... Или все-таки физическая нагрузка? Нет, не физическая. К физической нагрузке можно привыкнуть. Но вот больше моральная нагрузка, она тяжелая. Судьбе тяжелая работа, социальные службы всякие. Те службы, которые работают с населением, которые не очень ответственны для этой жизни. Вот какая самая тяжелая работа. у президентов, у министров. Плевать, что она там куча бабла. Верево, малая. Верево, да. Верево? Ну да, или Верево. А ты чего вдруг в Гатчину-то предложил? Почему я тебя именно в Гатчину потянуло? То есть, если... Ты где-то видео насмотрелся там об этом дворце, что-то там понравилось? Или просто, чтобы как бы немножко... Ну просто надо хотя бы... Познакомиться, что называется, с историей, да? С окрестностями Питера. Ага. Как мы летом с Сашкой ездили. Он меня возил весь день. Вот так и здесь предложил поехать посмотреть Гатчинские окрестности. А ты в Петергофе не был? В Петергофе не был. Я туда не хотел. На фонтанах водит? Что это? А как это... Обязательно надо? На фонтанах. Ну и как надо. Во-первых, это наводил. Ничего настоящего там не осталось. Все было уничтожено. Между прочим, это было уничтожено нами. Когда мы отступали, все разрушали. Все это горело потом. Есть даже немецкие хроники, кстати говоря, где записывают, как Петергофский вот этот дворец горит. А подожгли-то его не немцы, на самом деле. Подожгли его наши. Все разрушили вот это, чтобы ничего не досталось немцам. Так все-таки тайную комнату-то вывезли. Кто, может, наши вывезли? Я не знаю, это не столь важно, кто там... Ну как, не тайная комната, а... хоть бы эту дурак, на этой... скорой на своей, хоть бы любви эту люстру подключил, блядь, не приличит. Люстру? Ну, люстра, это называется, блядь. Ну да-да-да-да-да. Ты имеешься до этого, комната, которая... Ну там... Янтарная, что ли? Янтарная, да-да-да-да. 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 А здесь, может быть, знаешь, она где-то закрыта и вся в паутине уже, где-то, может, под ключиком, как вот этот был случай. В Париже нашли квартиру, не знаю, фейк, не фейк. Квартиру бабушка оплатила налоги, все где-то там... Ну, в свое время, в годы войны, эвакуировалась куда-то и все время проплачивала. Но не была там. Все заходят, интернет такой старинный, фотографии приложены. Ну, не видел такое в интернете? Нет, что-то... Интересно так, да. 70 лет квартира просто пустовала, типа. И все пишут, не верят. Не верю, потому что как? Сантехнику обслуживать? Где-то труба потекла и никто не заходил 70 лет. Ну, не верю. Ну, вот не знаю, интересно просто факт. Может, так же и комната эта не так, да? Нет, комнаты нету, конечно. Какая-то, может быть, комната есть. Может быть, она и была, может быть, наши вывезли. Но наши, если вывезли, то могли бы ее установить, скорее всего. Ну, может быть, остался лад. Ты не знаешь, как в Ленинграде воровали-то... Это... Во время голода-то как? Золотишко-то на хлеб меняли. Эти же ребята могли янтарную увезти. Я читал этого академика Лихачу. Он писал по блокаду. Писал, в общем, там страшные вещи описывал. Да. Все там было, и... Да, ну, что бы там говорить. Ну, ладно, давай приедем сейчас на место, и там уже поговорим. Непосредственно на артефактах, на музейных экспонатах, на истории. Да какие экспонаты сейчас нас варятся, не пустят, блядь. Кажется, раз у нас был билет. Сейчас в Гатчине напьемся и не пустят нас никуда, да? Это вот напьемся, это про тебя, как ты его с пивом нажрешься, блядь, как обычно. Да, бывает. Вот, поняли, да? Лиз Киселев там, МВПаш, вот он сам вам признался, что он... Да, бывает, блядь. Бывает, прикладывай. Ну, ладно, пускай он это, признается, он хоть правду будет говорить. А что мне скрывать-то? Если б скрывал, так... Ну, так скрывал бы, но тогда про пост-то ничего не говори. И попробуй только вырежу вот этот момент. Да не буду ничем вырезать. Чего тут вырезать? Я тут пересмотрел рыбалку, как мы рыбачили на Ладоге. И там была такая история, ну, один там наш товарищ, нет, нет, матерок, ну, рыбалка-то такая немножко азартная делает. И я эти все вырезал, эти матерки, думаю, блин, тут пипец. А иногда... Матерек-то... Ага. Иногда он, как бы, ну, вроде как бы тут вписывается, ну, такой он не грубый, а аккуратненький. Но все равно... Расцветает потихонечку. Но сегодня солнечно, ты сказал, после обеда? Ну, это где-то в 12 минут. Все, не будем камеру садить, потому что сейчас наснимающиеся, по всякости, а хорошие кадры опять не войдут, потому что камера садится. Ну, передавай привет. Привет, поехали. Потом привет будет передавать. С парковкой здесь беда может быть. Ух ты. С парковкой разберемся. Вот чтобы припарковать, и чтобы у нас ее не увезли. Да. Вот тебе, вот тебе Гачинский дворец. А где он дворец-то? Который из них? Слева. Точно? Ну, а что, нет? А, ну да, он. О, вон тебе парковка, да хера парковка справа. Так все плацные. Вот сюда вставай. Вот сюда вставай. Ага. Вот тебе Павел первый, блин. Все, вот тебе Гачинский дворец. Приехал. Ага, слава богу. Вообще классный. О, смотри-ка там, сейчас, сейчас. А сколько времени? То есть, это Павел жил здесь, его как бы от политики немножко подальше, из центра событий. Нет, Павел жил у себя там. В детстве, я имею в виду, его сюда, со слами. Тебе не знают, надо YouTube сейчас. Ну, я немножко истории читал там что-то, но так совсем давно было в университете. Ну все, пойдемте, ребята, изучать красоту. Ух, хе-хе. А, зачем так? А, так. Уникальный памятник архитектуры конца XVIII века, построенный для рыцарей Мальтийского ордена и проекта глава единственного в России крупного сооружения, возведенное в технике землебитного строительства. Это что-то, я не знаю, а в чем это? Это не об этом, это о чем-то другом. Так, при посещении музея обязательно следует использовать... Так, 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 так. Ну все, пойдемте смотреть, снимать, изучать красоту. Вот там Станислав ходит, бродяйте, запиливает ролик. Елочку поставили уже. Пока закрыто все, время 30-10. Попробуем где-нибудь хотя бы на территорию пройти, может. Вокруг хоть пройтись, если так не пускают. Да, масштабное строительство, масштабное. Белокаменный. Москву из такого же кирпича построили? Белокаменная называлась. 18-й, ну хорошо, пескоструили, видимо, видно, что чистенько. Это реставрировано, походу, было. Так-то они темнеют. Какие камни. В Гачине на этой площади в ноябре 1917 года нарком первого советского правительственного военным и морским делам, что-то, Дыбенко на митинге убедил казаков прекратить выступление против советской власти. В этот день был окончательно ликвидирован контрреволюционный мятеж, охренеть, Керенско-Краснова, направленный на восстановление власти буржуазного временного правительства в Петрограде. Вот события были, ребята. Страшное дело. Сколько по сей день вокруг этого дворца, замка, зарыто людей со времен. А сколько тайн хранят стены. А сколько тех, кто хранили эти тайны, хранили долгие годы. Что-то аж прослезился. Это потому, что ветер в лицо. Это не мои чувства. Я не испытываю чувства, какие-то, как слезы. Это просто... Смотри, не-не-не, как покрылось, да? Это гранитные дубы. Гранитные? Но как исполнено-то, смотри, какая работа с камнем, как ровно все. Ни одной зазоринки. Ну, чуть-чуть. Это шальная пуля 17-го. Ну, какая шальная пуля. Опять шизаж что-нибудь, только у Тихинска, да? Да, перестаньте. Хороший памятник. О, солнечные часы, да? Да. Нет, это сколы, знаешь, что это? По-моему, с войны могли остаться. Ну, я думаю, что да. Ну, вот так кто-то отбал, у меня кто-то отбал. Солнечные часы, точно. Созданы в последние четверти 18-го века. То есть, неужели с тех времен сохранились и никто не обломил? Нет, это не с тех времен. Там же написано, что они воссозданы в 18-м году. Ну, воссоздано. Ну, каких-то таких времен. Там же гача на оккупации была. Ну, да. Да, действительно. Настоящие. И запах такой хвойный. Приятно. Это... Новый год моего детства. Сейчас редко так вот, все время искусственно ставят и на улице, и в домах. Редко, что вот так вот елочку поставили настоящую. Вечной памяти музейных работников и реставраторов, спасших культурное достояние России в годы Великой Отечественной войны. 9 мая 95-й год. Так, ну вот, работает с 10 до 6, касса до 5, посещение Гайкинского дворца 450 рублей. Двое взрослые, учащиеся 200, лица 65 и старше 250. Семейный билет. Двое взрослых и не более трех детей. Тысяча 100. Ну, в общем, вот такая вот рассыночка. 600 рублей. Денежка делают. Как могут. Двое взрослых и не более трех детей. Кому? 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 Готов. Маска видишь, и ты делаешь. А мне на улице зачем ее надевать? Не на бороде. Ну да. А это будет. А, ну, вы уладенец и все отцы? Ну, это комната я не права, я беру. А, конечно. Папарадный зал он подземному ходу и лично поможет Александр. А, то есть по два секунды. По дорожкам. Здесь тут, короче, ценник вообще раз. Ну, да, да, да. По дворцу. А, тоже по дворцу, что ли? То есть только самостоятельно? Да. По дворцу. И ход этот, который... По дворцу. По дворцу. По дворцу. А, то есть, ну, только надо как бы это... Ну да, я понял. А там, наверное, еще функция аудиогида, да, можно? По дворцу. А, все, я понял. Ну, это хорошая штука. Ага. То есть прямо сейчас берешь и идешь, да? Понятно. Так. А администратор есть у вас? Да. Есть. Или туда дальше, да? Да. Понятно. Да. Хорошо. А, просто по вопросу любительских камер надо еще. Ну, если вы будете просто по накарке, то что вы хотите? Ну, это видеозапис. А, окей, да. И фото, что вы хотите? То есть вообще без проблем, да? То есть какой-то билет даете вы, Маш, чтоб вопросов не было, да? Да. Ну и хорошо, отлично. Все. Сейчас мы обсудим и будем летать. Значит, смотри. Вот это вот QR-код, да? Это аудиогид. Я понял, это шестерки, а не квадратики. Ну как ты надоелся этой ерунде? На самом деле. Я понял, куда. Ну вот, это. Это аудиогид. Мы включаем, интересно изучаем и идем, смотрим. Плюс 100 рублей еще заплатим, чтобы мы могли зафиксировать так, почему русское институт. Сколько рублей спешим? Это будет стоить 550 рублей. С каждым? Да. Без проблем. А там приложение, да, у тебя какое-то стоит? Нет, это вот обзор на экскурсии, вот, Play Out to Auditour, вот. То есть это нужно нажать вот так вот, то есть аванс-зал, да? Вот я нашел и смотри как вот, аванс-зал, нажал и что у нас тут получается? Две минуты вот. Ну пойдем. Все, подожди, я попробую, как это вообще выглядит. Парадный зал в аристократическом даме традиционного. Вообще классно. Супер. Я сейчас наушники включу и буду не спеша ходить, смотреть. Да, хорошо. Субтитры сделал DimaTorzok 1766 год, 30 мая 1766 года, день закладки Гальчинского дворца. В 1665 году Екатерина II подарила Гальчинскую мызу с ближайшими деревнями графу Григорьевичу Орлову. И вот спустя здесь начинается строительная работа. Итальянский архитектор Антонио Ринальди закладывает здание, задуманное как охотничий замок для фаворита императрицы. К этому располагали и обширные лесные угодья, изобивающие зверем и птицей, и живописный ландшафт с чистыми речками и родниковыми озерами. Пойдем. Ворота были золоченые. Сняты. Кирпич какой интересный. Вообще все, что связано с кирпичем, мне нравится. Это все долговечно. Это все долговечно. Да, интересно. Ни штукатурки, ничего нет. Как есть. Как есть без отделки. Как настоящий замок. Так. Поднимаемся все выше и выше. И выше. Та-та-та-та-та-та-та-та-та-та. Так. Парадный зал. Бружиная галерея. Чесменская галерея. Вот сюда. Церковь. А. А. Ага. Благодарю. Чесьминскую. Это вот показывает то, что осталось, когда освободили на память, так как все было разрушено. Слушай, сильно, наверное, пострадал он, да? Пробитый, может, потолки или где-то. Вообще немцы, они уважительно относились к нашей архитектуре, потому что это, опять же, все строили европейцы, и они никогда шипы это не улучшают, потому что это их потомки все это строили, во-первых, в династии Романовых это немцы были, то есть они относились к этому. Так, видишь, приходилось брать ведь этот дворецный замок? Нет, зачем брать? Нет. Нет. Знаешь, как надо, бывает, каждый дом отбить, каждую улицу прячется в здании. Да, он остался. Стена. Да, он остался. Стена. Зал памяти Великой Отечественной войны, 41-45-х годов, Чесменская галерея. Во многих пригородах Санкт-Петербурга еще видны следы минувшей войны. В судьбе Гатчины она сыграла особую роль. Послевоенное музейное возрождение не затронуло гатчинский дворец. Начало его реставрации затянулось на многие десятилетия. Работы начались только в 1976 году, охренеть, когда остальные комплексы были большей частью восстановлены. Сегодня военные разрушения в Гатчине – это все еще реальность, с которой сталкиваешься постоянно. И память о войне не прошлое дворца, а его настоящее. Это вот подлинники, подлинники остались еще. Да, конечно, красивый был дворец. Все вот у нас человечество только разрушать умеет. Все только бы разрушить. Молодой человек, ну конечно, еще мраморная столовая. А, ну я знаю. Он просто елочку увидел, как ребенок. Елочку увидит сразу Дедушке Морозу. А наверх-то как? Еще нет реставрировано наверху? Вот дальше лестница идет. А дальше лестница идет, там тоже реставрируют. Там проходит церковь дальше. А, наверху храм церковь, да? Да. Да. Хорошо. Ага. Подлинные вещи все, да? Да. О, извините. Да. Пардон. Маску одеваем хорошо. Да. Все. На ноги подеваем. Все. Все. Вот так. Чудо в перьях. Да. Конечно, мебель деревянная такая. Конечно, мебель деревянная такая. Да. Чудо в перьях. Да. И вот там вот написано. Можете посмотреть фикс. Очень хороший. Хороший. И очень добрый. Нятный. Все. Идите знать, что в этом году на Матуре, где две горы и карты открываются там. И сюда не узнали. И там веклость росла. А это еще граф Орелова. Да уж что. В зиму коллекции. Вот жил богато так человек. Что с ним сейчас, как Вы считаете? С кем? С графом? Так можно сказать, что он в городе, где будет. Ну ведь где-то есть его душа. Душа. С Богом. С Богом. Надо же так все разрушено было. Да. Да. Ну пойдем туда. А, там закрыто. Да, что-то. Красота. Вот бы мне такую хоть комнатушку одну, я бы был счастлив. Весь дворец не нужен хотя бы одну комнату. Ой, шикарно. Да здесь только балы закатывать до банкеты. В такой красоте. Сейчас не смотрюсь, а в коммуналку как возвращаться? Так и живем. Да, живем как можно. Да, живем как можно. В Одессе. Ага. Ой, красиво. Красиво. Вот это искусственный мрамор. Вот намечники. Вот это. Будет видеть разного цвета. Он ценился это итальянская технология. Так что, в общем-то, 18-го века. А полы, полы настоящие или тоже? А полы все восстановлены. Все восстановлены. А, ну да, да, да. Ну те же породы деревьев, все это один в один. Ну защищали, бои-то были в этом здании? В этом здании жили немцы два года. А, понятно. Казармы? А потом, когда и штаб у них тут был, все было. А потом, когда уходили, еще и подожгли, что Матвилу тащили, остальное сожгли. Понятно. А это вот Ринанди, тот, кто строил дворец. Вот проходной. А, проходной. Во-во-во-во. Он прожил этот мир. Он пронесел всю войну. И вообще с основания дворца. Там сидят за три жизни. Ах, хранит наш дворец. И не тронули, да? Да. Ухранили. Фашисты. А вот благодарю за информацию. Пойду дальше. Здравствуйте. 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 Вы так, незаметно так? Угу. Ну, ходят ли... Сама спряталась, ходят. Духи-то здесь ходят какие-то? Ходят, конечно. А как это? Что-то скрипит что-то или... или к вечеру, к концу рабочего дня, статуэтки шевелиться начинают? Да. Я был как-то в одном музее. Рассказывала одна женщина. Все время картина какая-то все скрипит. Ну, бесы, конечно, есть. Везде летают. Ой, красота. Нет, конечно ведь... Вот жили люди. А сейчас ютятся в коммуналках. Ну, как так? Живут же люди. Умеют строить. Умели. А потом раз... И на коммуналке все. Перегородок наставили. Курящий, что ли? Губы желтые. Угу. 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 сам большой парадный зал центрального корпуса Гачицкого дворца 200 квадратов он предназначался для праздничных приемов и балов и на протяжении всей истории сохранялся роль здесь во многом сохранилась первоначальная отделка Антонио Ринальди изящный лепной растительный орнамент на стенах множественный паркет и двери декорированы назначенными вставками в общем красота что тут скажешь история сама дышит в часах в стенах и что-то было установлено интересный диванчик как будто четыре стула как будто чё-то не сдуло срослез да конечно тяжело дышать в маске вроде бы не толстая невозможно эти молчат эти уже остановились на 1917 году остановились под ноги такая подушечка чтобы ноги не мерзли ваше величество царь помазание божье это будет так так вот вот